На равне с остальными военнослужащими, которые задействованы при проведении специальной военной операции, свою службу продолжают нести бойцы фельдъегерско-почтовой связи, ежедневно доставляя почтовые отправления на самые отдаленные позиции. Благодаря возрождению традиции полевой почты сегодня установлено регулярное сообщение. Линия коммуникации работает в оба направления. На фронт идут послания от близких и родственников военнослужащих. В обратную сторону письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи. На самом деле таких писем очень и очень много. Помимо гуманитарных писем, которые дети в конвертиках присылают от школ, от организаций общественных, есть еще и просто неравнодушные люди, которые пишут письма. И, соответственно, мы их тоже распределяем по частям. Например, пришло 10 писем таких, мы по очереди раскладываем, чтобы каждый мог прочитать, получить эту поддержку. Письма из дома оказывают большую моральную поддержку солдатам. Понимание, что за спиной крепкий тыл, знание, что их поддерживают и ждут дома, придает уверенность в собственных действиях и силах. Вся страна от мала до велика поддерживает нас. И это как-то поднимает боевой дух, придает сил и желание идти дальше, вперед. Отправить письмо на передовую может любой неравнодушный житель России. При этом совсем не обязательно знать получателя лично. Для бойцов важна любая поддержка, любое доброе слово. Просто спасибо. Узнать, как правильно оформить почтовое отправление, можно в местном военном комиссариате. Андрей Кирюшин, Новости 21.